Всем привет! В одном из наших предыдущих видеороликов мы провели виртуальную экскурсию по нашему будущему дому в Москве. В этом видео мы шаг за шагом увидим всю его постройку. Что ж, вернёмся к суровой реальности. Действительно, земля заброшена и неухожена уже много лет и больше похожа на затерянный уголок дикого амазонского леса, чем на участок под застройку. Это было бы идеальное место для игры в прятки, но в его нынешнем виде требуется тщательная уборка, прежде чем вы сможете что-либо начать. Поэтому первое, что нужно сделать, это вырубить лес, расчистить кустарник и обнажить землю. Для этого мы обратимся к профессиональной фирме, специализирующейся в этой области. Давайте, ребята, за работу, заберите у нас всё это. Это намного лучше. Спасибо, ребята. Теперь мы можем приступить к закладке фундамента. Для этого нам понадобится тяжёлое оборудование. Ну, даже очень тяжёлое. Первый шаг. Удалите все корни и выровняйте землю. Как только это будет сделано, на втором этапе геодезист приходит, чтобы разместить маркеры дома, подъездные дорожки и парковки. Мы разместим границы дома с прибавкой 25 сантиметров по периметру. Третий шаг. Перекопаем весь участок дома и парковку на глубину 30 сантиметров. Сделав это, мы сможем углубить фундамент вокруг дома на глубину 80 сантиметров и ширину 50 сантиметров. Для этого мы будем использовать экскаватор чуть меньшего размера. Мы воспользовались возможностью выкопать траншею для канализации и подвода воды, газа и электричества. А затем разместили опалубку по внешним размерам дома, то есть 16 М20 на 10 М20, плюс подъезд и парковка. Затем мы накрываем защитный брезент от повышения влажности. И укладываем специальный пластик для защиты от просачивания вдоль опалубки, добавляя 30 см высоты в дополнение к конечному уровню бетонной стежки. Затем размещаем в траншеи и возле дома коллектор для канализации. И размещаем все подключения, одно в четырех углах дома, одно для навеса для машины, а также для туалета, кухни, ванной комнаты, сауны и прачечной. После этого можно размещать арматуру для бетонной стежки и фундамента. И, наконец, мы можем залить бетон, затем нам нужно подождать не менее 20 дней времени, необходимого для того, чтобы он высох, прежде чем мы сможем продолжить. Бетон полностью высох, и после снятия наружной опалубки со стоянки укладываем по периметру дома и под входной лестницей слой блоков 20 на 20 см. И правильно размещаем защитный пластик на блоках, после этого можно снять опалубку с дома и засыпать оставшуюся траншею, плюс часть траншеи для труб на глубину 40 см. Теперь мы разместим различные источники энергии, воду в 2 дюймах, газ в одну с четвертью дюйма, электричество в 4 раза по 8 мм во второй степени и телефон. Теперь мы готовы начать непосредственное строительство. Затем привозятся все компоненты дома, SIP-панели, балка и распорки, а также необходимое оборудование, шурупы, анкерные болты, регулируемые опоры и опоры для балка. Закрываем первую ступеньку, чтобы не было случайностей, затем ставим первую часть пола, подгоняем опоры, скрепляем балки между собой, прикрепляем к балке пол, затем только эту часть приклеиваем к низость. Располагаем сливы для раковины и унитаза. Затем мы сможем положить пол в туалете и закончить пол прихожей и вторую ступеньку. Проверяем уровни, которые можно редактировать с помощью регулируемых опор. Размещаем на кухне сливы для раковины и посудомоечной машины, ставим на место две опорные балки с удлинителем, затем раскладываем пол на 4 части. Продолжаем размещение первой части пола гостиной, она состоит из семи частей длиной 2,5 метра, и учтите, что последняя балка имеет длину 3 метра. Затем мы размещаем вторую часть гостиной длиной 2,5 метра. Затем оставшийся кусок гостиной, то есть 1М10, оставляет место под постирочную. Наконец, размещаем пол веранды длиной 3 метра, выступая таким образом на 1 метр за пределы основания. Сейчас укладываем пол в прачечной, уделяя внимание подведению воды, газа и электричества, а также сливу стиральной машины. Затем размещаем пол двух спален на две части, одну 3-метровую, другую 2 метра 10. Затем нам можно помнить, что мы можем помнить. Затем размещаем пол коридора. Затем рабочий кабинет. Размещаем в ванны тропы для ванны, раковины, унитаза и душа, а также укладываем ее пол. И, наконец, размещаем стоки для раковины и каменки сауны, а затем ее пол. Обратите внимание, порядок размещения, размеры и расположения каждой СИП-панели, балок и опор должны быть неукоснительно соблюдены, чтобы гарантировать устойчивость и несущую способность остальной части дома. Пол теперь полностью готов, и мы собираемся покрыть его защитной полиэтиленовой пленкой, которая по краям будет доходить до уровня сада. Теперь мы можем разместить внешние стены. СИП-панели имеют толщину 17,4 см или 15 см утеплителя, поэтому мы будем использовать брусья шириной 15 см. Панели имеют длину 2,8 м, если во втором измерении не указано иное. Первая указывает ширину размещенной панели. Базовая панель имеет ширину 1,25 м. Как и в случае с полом, настоятельно рекомендуется соблюдать порядок размещения панелей и балок, определенный в этом видео. Продолжение следует... 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 Затем размещаем внутренние стены сауны и СИП-панелей шириной 12,4 см, или утеплителя толщиной 10 см. Затем размещаем каркас остальных внутренних стен, его толщина составляет 5 см. И мы начинаем с двух спален, затем ванной и рабочей комнаты. Затем прихожая и туалеты. И, наконец, прачечная. Теперь мы разместим каркас остальных наружных стен, а именно балконов с двумя спальнями. Веранда. И вход. Затем разместим потолок над всем домом. Начинаем с создания двух основных балок со сборкой балок 5 на 15 см и позиционируем их с помощью крана. Затем мы можем разместить все остальные балки в порядке, показанном здесь. Обратите внимание, некоторые имеют толщину 10 см, или два бруса по 5 см в сборе. Подкровельное покрытие из плит OSB толщиной 12 мм размещаем на наружных частях, а также по обеим сторонам входных стен. Затем мы укладываем минеральную вату толщиной 15 см между потолочными балками по периметру дома. Это изолирует тепловой мост от наружных частей и послужит звукоизоляцией внутри. Затем укладываем мансардный этаж из СИП-панелей толщиной 17,4 см, следуя порядку, показанному на видео. Ширина панелей всегда составляет 1,25 м, если во втором значении не указано иное. Ширина панелей Теперь мы можем разместить каркас крыши. Сначала по всему периметру устанавливаем армирующую обвязку из брусьев 18х10 см. Затем устанавливаем центральные краевые балки и коньковую перемычку, затем наружные центральные балки и, наконец, 4 угловые балки. Теперь установим вертикальную стену чердака из СИП-панелей толщиной 12,4 см, которые также будут служить усилением и опорой крыши. Его высота около 1,55 м. Затем мы можем установить балки и крыши одну за другой, вставив СИП-панели толщиной 2,5 м и 22,4 см, которые будут служить наклонной крышей и утеплять чердак. В центре дома мы создадим пространство для заднего окна вилюх шириной 1,5 м и высотой 1 м. Все балки имеют размер 20х10 см, то есть сборка из двух стандартных балки 15х5 см и одной 10х5 см. Затем устанавливаем потолок чердака из СИП-панелей толщиной 17,4 см, горизонтальной балкой усиление на уровне каждой балки каркаса. Длина панелей и балок – 3 метра. Затем между всеми балками укладываем изоляцию из минеральной ваты. А затем под крышу из панелей ООСБ толщиной 1,2 см. Накрываем все микродышащим пластиком и заранее ставим окно Вилюкс. Первая бригада позаботится о крыше, установит желоба и водосточную трубу, затем установит облицовку. Цинкование и, наконец, панел по литу или кровлю. Одновременно вторая бригада сантехников проведет воду, газ и отопление. Счетчик воды и бойлер размещены в прачечной. В каждой комнате имеется собственный контур теплого пола, регулируемый индивидуальными термостатическими клапанами. Газовые трубы желто-оранжевые, холодная вода сена-голубая, горячая вода красная, подача отопления гранатово-красная, обратка темно-синяя, контур отопления, улитка, белого цвета, помещен в специальный пластик, поддерживает. Термостатические клапаны размещаются на высоте 80 см от чистового пола или 90 см от текущего уровня. Исключение. Сауна и шлюзовая камера имеют единый контур отопления, управляемый только из шлюзовой камеры. Котел используется только для отопления, горячую воду для бытового потребления обеспечивает водонагреватель, расположенный в ванной комнате. Теперь необходимо поставить трубы под давление, чтобы проверить отсутствие протечек, прежде чем можно будет заливать стяжку пола. Теперь размещаем в прачечной электропроводку, счетчик и главный щиток, затем все розетки, выключатели и точки освещения. Низкие розетки расположены на высоте 20 см от земли, а низкое основание выключателей – на высоте 1 метр, за исключением выключателей лестничного управления, находящихся на высоте 1 метр 40. А также розеток на кухне, предназначенных для встраиваемой техники, и трех тройных розеток, размещенных между столешницей и высокими шкафами. Вся проводка проходит через потолок. Теперь мы можем размещать панели из минеральной ваты толщиной 5 см во внутренних перегородках. А также на террасах спален и веранде. Закрываем их панелями USB толщиной 1,2 см с обеих сторон. За исключением ванной комнаты и сауны, для которых мы используем специальные влажные панели гипроц. Ставим отметки уровня, и можно заливать специальную теплопроводящую стяжку. После высыхания ставим входную дверь, все окна и три стеклянные двери. Также устанавливаем выдвижную лестницу и ее подъемную систему. Теперь мы собираемся фонетически изолировать наружные стены, обрамив их рейками 5 см на 3 см, заполненными панелями из минеральной ваты толщиной 3 см и закрытыми панелями USB толщиной 1,2 см, за исключением ванной комнаты и сауны. Закрыты специальными панелями для влажных помещений гипроц. То же самое делаем со всеми наружными стенами спален, гостиной и прачечной. Теперь будем ставить потолок. Для этого ставим контрпланку по ширине и примерно через каждый метр, затем планку по длине примерно через каждые 50 см с планками 4,4 на 4,4 см. Затем располагаем шпунтованный дощатый потолок по всей поверхности дома. Сейчас укладываем полы гостиной, кухни, рабочей комнаты, коридора, спальни и сауны. Облицовываем прихожую плиткой. Облицовываем туалеты плиткой и ставим унитаз и раковину. Потом мы обложим прачечную плиткой. Затем ванная комната, где также размещаем раковину, ванну, унитаз и душ. Также размещаем полы, террас, спальни и веранды, а также ее лестницу. И, наконец, плитка и облицовка лестницы, подъезда и автостоянки. Теперь мы можем установить полноценную кухню. Укладываем шпунтованную деревянную отделку на стены прихожей, туалета, гостиной, кухни, рабочей комнаты, коридора и спальни. Отделываем постирочную досками ПВХ, и мы можем установить стиральную машину и сушилку. И мы облицовываем стены ванной плиткой. Укладываем плитку, камин и раковину в сауне. Затем вся внутренняя отделка – двери, плинтусы, оконные рамы и подоконники. Плинтусы сочетаются с полом или плиткой, а подоконники – с отделкой стен. Наконец, внешняя отделка – базовый слой из микроперфорированного пластика. Устанавливаем навес для машины. Затем на фиброцементные плиты наносим штукатурку и покрываем деревянную обшивку лаком. Наконец, размещаем переднюю стену забора и барьеры для машины и людей. Итак, осталось только обставить и установить веранду, и мы сможем заселяться. Спасибо за внимание. Продолжение следует...